Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 44-й главе книги Бытия. Мы застали героев повествования в конце предыдущей главы в момент застолья в доме Иосифа, где Иосиф ест, с одной стороны от него египтяне, с другой стороны сына Иакова, и с ними в том числе и их младший брат Вениамин, младший брат Иосифа тоже. И вот в этот момент Иосиф обращается к своему домоправителю, к начальнику дома своего, и говорит им, наполни мешки этих людей пищей, сколько они смогут нести, и серебро их туда же положи. Ну, вроде все хорошо. Решил дать им хлеб, за которым они пришли, и денег с них не взял, серебро, соответственно, оставил в отверстиях мешков их, а потом, говорит, возьми мою серебряную чашу, и к младшему положи в отверстие мешка. Вот такой, казалось бы, не особо честный, я бы сказал, вариант. Тем не менее, вот так. Положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный хлеб. И вот это все исполнено, и братья Иосифа возвращаются обратно, уходят, наверное, довольные со страшной силой, потому что все получилось, и Вениамина они везут обратно, и вот хлеба купили, все прекрасно, все хорошо. И тут догоняют их посланца Иосифа, и говорят, вы что это, ребята, натворили? Для чего вы заплатили злом за добро? Для чего вы украли серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней. Худо это вы сделали. Ну, каким образом, как это связано с гаданиями Иосифа? Ну, вот, на самом деле это не так важно. Что это для него, эта чаша важная? С его силой, мудростью, не знаю, с проницательностью. Мы же предполагаем, что Иосиф чтит единого Бога. Значит, какие могут быть гадания? Не может быть. С точки зрения закона. Хотя, с точки зрения архаичной версии этих представлений, ну, может быть. И какие-то формы разнообразных гаданий, вот этих вот там гороскопов, прогнозов погоды, вот этого всего, оно еще долго. До царской эпохи в Израиле все-таки существует. Не так, чтобы прям совсем раз и как отрезало. Тем не менее, вот там мой господин на это дорожит. Это и серебряная чаша, и она важна. Тут скорее автор хочет, чтобы мы увидели некоторую мудрость и проницательность Иосифа, важную для египтян. Не в том дело, что он гадает, как на, не знаю, на картах, а в том дело, что речь идет о важных для Египта особенностях мудрости Иосифа. Ну, вот, он догнал этот самый посланный Иосифом, начальник дома Иосифа, догнал, все это сказал. И они говорят, эти самые братья Иосифа, что вот у кого найдем тому смерть, все, ужас-ужас. Он говорит, ладно, как вы сказали, так и будет. И находят чашу в мешке у Вениамина. Ну, и, в общем, все. Тут, как бы, получается, что его надо казнить, а они не готовы на этом. И пришли Иуда и братья в дом Иосифа, пали перед ним на землю, и вот Иосиф им говорит, что это вы сделали? Вы что, не понимали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Вот так вот, угадает. Ну, вы что, думали меня провести? Я, грубо говоря, насквозь вижу. Мы-то помним же при этом, что, на самом деле, что там было угадывать, когда по его собственному приказу это все и сделали. Ну, все-таки вот. Говорит, неужели вы не думали, что я угадаю? Что нам сказать господину нашему? Что говорить и чем оправдаться? Говорит здесь Иуда. Напомню, что это Иуда поручился перед Иаковым за Вениамина, за то, что он вернет Вениамина. И, соответственно, именно Иуда будет отвечать перед отцом за то, что Вениамина казнят, если казнят. Закрашу в Египет. А они сами сказали, у кого найдут эту чашу в мешке тому смерти. Вот она при всех найдена в мешке Вениамина. Короче говоря, вот Иуда говорит, Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господина нашему. И мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Бог нашел неправду рабов твоих. То есть, видимо, еще сам Иуда не очень понимает, в чем, где неправда. Он говорит, ну какая-то есть, Бог нашел. Мы сами еще не нашли. Мы еще не понимаем, но Бог нашел неправду. Значит, такой драматический, смертельно опасный поворот событий – это результат не того, что Бог злой, а того, что Бог видит неправду. И невозможно от Него ее скрыть. Итак, Бог нашел неправду рабов твоих. И, соответственно, Иосиф на это говорит, нет, я не буду казнить. Я не буду казнить тот, чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы идите с миром к отцу вашему. Ну и, соответственно, Иуда ему рассказывает уже эту историю про погибшего брата и Вениамина, и про то, что отец сказал, что вот, типа, не возвращайтесь без него. Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Остальные тоже, в общем, не на помойке найдены. Но, тем не менее, для Иакова эти два брата, Иосиф и Вениамин, чрезвычайно важны. Но Иуда говорит Иосифу, если отец увидит, что отрока нет, он умрет. Он умрет от горя. И сведут рабы твои, седину отца нашего с печалью во гроб. Они не могут себе это позволить. Для них это очень серьезная ответственность, которую, ну, просто невозможно взять. И таким образом, когда они говорят Иосифу, ну, наш отец умрет от горя, для него это тоже аргумент, что надо что-то придумывать другое, какое-то другое решение. Продолжение следует...